Четность Седьмой класс, двенадцатая серия. Четность. Четное число делится на 2. Четные числа оканчиваются на четную цифру 0, 2, 4, 6 или 8. Четное число можно представить в виде произведения, где один из множителей равен 2. Мы рассматриваем четные неотрицательные числа n натуральное или 0. Нечетное число при делении на 2 дает остаток 1. Вот эта формула нечетного числа n натуральное или 0. Давайте рассмотрим свойства четности. Четность суммы. В каком случае значение суммы число четное, а в каком нечетное? Первое свойство. Сумма любого числа четных слагаемых четна. То есть если складываются четные числа, значение суммы – четное число. Второе свойство. Если число нечетных слагаемых четно, например, 2 нечетных числа или 4, значение суммы – четное число. Складываются 2 нечетных числа. 1 плюс 1 – это 2. Получается, что каждое слагаемое делится на 2. 2 как общий множитель можно вынести за скобки. Получаем формулу четного числа. Третье свойство. Если число нечетных слагаемых нечетно, сумма нечетна, 1 нечетное слагаемое – 3, 5 и так далее. Давайте рассмотрим тот случай, когда первое слагаемое четное, а второе – нечетное. То есть 1 нечетное слагаемое. Значение суммы – нечетное число. Четность произведения. Первое свойство. Если хотя бы один из множителей – четное число, произведение – четно. Можно множители сгруппировать вот таким образом. Получается формула четного числа. Второе свойство. Если все множители нечетны, значение произведения – число нечетное. То есть если множители нечетные, в разложении на простые множители, у этих множителей двойки нет. Значит, двойки не будет и в произведении. Задача первая. Четно или нечетно. Сумма всех нечетных натуральных чисел от 1 до 1000 и 1 включительно. Если бы мы рассматривали первую тысячу от 1 до 1000, то четных и нечетных чисел было бы поровну. 500 нечетных и 500 четных. Потому что ряд начинался бы с нечетного числа с единицы и заканчивался тысячей. Вот в этом ряду нечетных больше, чем четных. Единица, а здесь тысяча 1. Значит, нечетных будет больше на 1. То есть четных будет 500, а нечетных – 501. А теперь надо вспомнить свойства четности суммы. Если число нечетных слагаемых нечетно, то сумма нечетна. То есть четность суммы зависит от числа нечетных слагаемых. Если их нечетное число, сумма нечетна. Задача вторая. Четно или нечетно произведение всех натуральных чисел от 1 до 55 включительно. Среди множителей есть четные числа. Достаточно одного четного числа, одного четного множителя, чтобы утверждать, что значение произведения будет числом четным. построить график уравнения. Первый множитель х-2, второй множитель у в квадрате минус 9. Надо разложить по формуле разность квадратов. у-3 на у-3. Значение произведения равно нулю. Значит, надо каждый множитель приравнять к нулю и построить прямые. Первая прямая. Если приравнять к нулю, вот этот множитель х-2 равняется нулю. х равен 2. На оси ОХ, на оси абсцисс, находим точку с координатой 2 и строим прямую параллельную оси ординат. Это прямая х равен 2. А теперь осталось построить еще две прямые. у равен плюс 3 и у равен минус 3. Вот эти прямые. Эти прямые параллельны оси абсцисс. Вот таков график данного уравнения. Три прямые. Построить график уравнения. х плюс у равняется 3. Графиком уравнения будет прямая. Прямую будем строить по двум точкам. Проще всего. Допустим, х равен нулю. Какое значение принимает у? у равен 3. Вот первая точка. Давайте ее сразу отметим на координатной плоскости. х равен нулю, а у при этом равен 3. Вот первая точка. Хорошо. А если у равен нулю, х равен 3? Вот вторая точка. А теперь через эти две точки надо провести прямую. Графиком данного уравнения является прямая, а прямую строим по двум точкам. Вот таков график данного уравнения. Построить график уравнения. х минус 2у равняется 4. Тоже графиком является прямая. Прямую строим по двум точкам. Допустим, х равен нулю. у при этом минус 2. Значит, если х равен нулю, у минус 2. Вот первая точка. Вторая точка. Если у 0, х равен 4. Вот вторая точка. И через эти две точки проводим прямую. Прямая строится по двум точкам. Вот таков график данного уравнения. Прямая строителька. Прямая строителька. Прямая строителька. Каза.